Во время сегодняшней сессии о деятельности исполкома за прошедший год перед депутатами отчитался мэр Геннадий Кернес. Он сообщил, что в феврале Харьков удостоили нескольких престижных наград. Так, по версии международной деловой газеты Financial Times, город награжден премией в рейтинге «Европейские города и регионы будущего» в категории «Лучший крупный европейский город будущего» с точки зрения инвестиционной привлекательности. Конгрессом местных и региональных властей Европы Харькову присвоен наивысший в рамках общеевропейской акции по местной демократии статус «Город 12 звезд». И соответствующий сертификат 1 февраля в Париже по нашей просьбе был получен послом Украины во Франции. Отчитались на сессии об исполнении городского бюджета за прошлый год. По словам директора профильного департамента, доходы Харькова за 2015-й составили почти 8 миллиардов гривен, что в полтора раза больше, чем в предыдущем. При этом расходы казны также увеличились на 2 миллиарда. Проголосовали депутаты за внесение изменений в бюджет текущего года. На закупку оборудования для пищеблоков, хозинвентаря и проведение капремонтов в школах выделили более 43 миллионов. На нужды интернатов и детских домов – порядка миллиона 700 тысяч. Увеличили затраты на содержание учреждений здравоохранения – более 50 миллионов. На поддержку территориальных центров направили около 3 миллионов гривен. До выплаты стипендий спортсменам-кандидатам на участие в летних олимпийских и паралимпийских играх запланировано 525 тысяч гривен. На пополнение материального резерва горюче-смазочных материалов для городских пожарно-спасательных подразделений Государственной службы управления по чрезвычайным ситуациям планируется направить 199 тысяч гривен. Депутаты увеличили финансирование текущего и капитального ремонта жилого фонда на 33 миллиона гривен, реконструкции водопроводных и канализационных сетей на почти 14 миллионов. Содержание ливневой канализации и объектов водопонижения на 9 миллионов 400 тысяч гривен. Более 6 миллионов потратят на текущий ремонт внутри квартальных дорог и тротуаров, а также на строительство остановочных карманов для городского транспорта. Мусоровозы, автогрейдеры, снегоуборочную технику, автомобили для аварийных служб коммунальных предприятий закупят на сумму порядка 62 миллионов гривен. На продолжение реконструкции проспекта Московска запланированы средства в объеме 28 миллионов. Реабилитацию Харьковского зоопарка 23,3. Реабилитацию сада имени Шевченко, включая памятник архитектурно-национального значения университетский ботанический сад 10,2 миллиона. Также в городе появилось новое коммунальное предприятие «Твой дом». В исполкоме говорят, его создание стало необходимым из-за вступившего в силу закона, согласно которому жители многоквартирных домов должны определиться с управляющей компанией, которая будет заниматься обслуживанием их домов. В случае, если компанию не выбрали, местные органы власти назначают ее самостоятельно. По словам директора профильного департамента горсовета, на КП «Твой дом» возложат ряд функций. Представлять интересы Харьковского городского совета в части того имущества, которое находится в ведении Харьковского городского совета и будет в дальнейшем передано на баланс соответствующего коммунального предприятия. Обеспечение от имени совладельцев на квартирного дома технического обслуживания и определение необходимости проведения текущего капитального ремонта. Члены семей харьковчан, погибших в ходе проведения АТО, получили стопроцентную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое решение было принято в ходе сессии. Также депутаты предоставили 50-процентную скидку на проезд в метро и наземном электротранспорте для студентов в профтехучилищ. Теперь задачу руководителей ПТО – предоставить списки учащихся.